Здравствуйте, друзья! Освободитель вернулся в отпуск с войны и удивился, что его освободили от автомобиля. Город Октябрьский, Башкортостан. Приехал, разкосрочный отпуск, СВО. И вот в таком состоянии обнаружил свою машину. У меня вопрос, каким нужно быть моральным пи***ем, чтобы додуматься до такого. Я просто в шоке, ребята. Это просто что-то. Да, хороший вопрос. Каким это надо быть моральным пи***ем, чтобы за деньги поехать в чужую страну? Убивать мирных людей, уничтожать им дома, квартиры, машины? А потом удивляться тому, что то же самое произошло и с твоей. Чувашия. Свято-Троицкий мужской монастырь. Приехали священнослужители из североафриканской епархии. Если православие, то только такое. Чувилюпилься ми афро-христиане. Деньги на свечка давай. Пушечное мясо крестят перед отправкой на мясной штурм. А тело, душа живет вечно. И вот то, что мы делаем сегодня, это для души надо. Они еще живые. Автор уже пишет на весь экран. Мы не забудем вас, ребята. Просто посмотрите на эту обувь. Вторая армия мира. Первая в ботинках, второй в кроссовках, третий в берцах, четвертый в туфлях. До Берлина собирались дойти. Босиком что ли? Нанотехнологии. Пришли в православие. Че за полумерный? Святой Отец. Где монахини в пене и в обтягивающих купальниках? Белгород признан самым безопасным городом на конкурсе МЧС. Награждается победителем конкурса отбора лучших муниципальных практик и повышением устойчивости городов в целеозначаемой ситуации. Мой город в безопасности. Город Белгород, Белгородская область. Молодцы, молодцы. А почему награды вручают в бомбоубежище? Новости из категории санкций нам только на пользу. В деревнях и поселках теперь вот такие банкоматы. В деревню Томичи два раза в неделю приезжает банкомат. Офис закрыт. И вот так вот 4 часа стоит тарахтить на генераторе банкомат. Можно денег снять. Денег снять. Я бы и генератор снял вместе с деньгами. Это город Подольск. 40 километров от МКАДа. И тут живут люди. Привет, обманутый россиянин. Это улица Ленина. Подольск. Недалеко от МКАДа. Город рядом с Москвой. Вот оно величие. Вот так выглядит. Здесь живут люди. Такой дом тут не единственный. Таких большинство. Интересно, а у американцев такое есть? Они могут этим похвастаться? Ну, тут обязательно все как положено. По-нашенски. Тут обязательно тоже. Вот такой домик. Главное, что телевизионные тарелки стоят. А это значит, что все вокруг живут еще хуже. Это Киев. Посмотрите, как все отстроили за 2 года. Вот на этой заправке мы все время заправлялись. Когда выезжали во Львов, в Польшу. Это стоянка. Вот здесь заправлялись. Вот здесь мы в магазин все время ходили. Глазами эта камера, конечно, не передает это ничего. То, что ты видишь. Спустя 2 года. Это стоянка. Киевская область. 2 года назад, когда мы возвращались после оккупации, когда под Киевом тут бои шли. Здесь все-все-все было разрушено. Просто все. Сейчас все восстановили. Заправка стала еще лучше, честно говоря, чем была. Честно говоря, так сразу даже не скажешь. Где на фото самая богатая природными ресурсами страна. Там, в которой есть нефть, газ, золото, платина, алмазы, металлы. Газпром. Национальное достояние. Изнутри. Привет, обманутые россиянины. Вот все говорят, Газпром мечты сбываются. Ну давайте вот сейчас. Я работаю охранником в Газпроме. Узлова станция самая мощная в Европе. Грязовецкая. Советская. Вот давайте посмотрим изнутри. Как у нас мечты сбываются. Вот дверь. Бронированная. Толстенная. Окна тоже бронированные. Вот. Толщина окна. Сантиметров 12. Стекла непробиваемые. А вот так вот мы живем. Вот такие стулья. Вот такие стулья. Вот такие стены. Вот. А что самое интересное. Вот смотрите. Туалет. В Газпроме. Заходим. Умывальник. Вот. На дачу можно поставить такое. Склепненько, да? А вот стационарный умывальник. Раковина. Где воды? Вот 12 лет работаю. Как не было, так и нет. Унитаз. Чё тут написано? Не работает? Всё скрепненько. Всё. Всё как и должно быть у нас в России. Вот. Подоконники. На этой неделе приезжала комиссия. С Москвы. Руководство общества. Вот. Кухта. И Кайдаш. Так они. Привезли с собой. Поваров. И официантку. И посуду даже свою. Чтобы этой комиссии. Обедать. Не из. Той посуды. Есть. Из которой. Все люди едят. А из особенной. Это что получается. Мы челядь. Мы рабы. Они даже из посуды. Из этой есть не хотят. Знаешь, братан. Герман Геринг. Тоже очень любил вкусно пожрать. За красивым столом. В орденах. В смокинге. Выпить бургундского. Выпить бургундского. Из красивых хрустальных бокалов. А потом после смены режима. Хавал тюремную кашу за обе щеки. Заедал вчерашним хлебом. И говорят, что до самого приговора. Смертная казнь через повешение. Особо даже не возмущался. А с этими тоже самое будет. Просто как пить дать.